сегодня мы здесь на празднике красоты стиля и ухоженной внешности за моей спиной владимир маркин гениальный визажист он сейчас представит свой вариант макияжа для марины марина у нас сегодня выступает в качестве модели корейскую косметику я очень люблю и очень давно то есть эти продукты которые позволяют не только делать мейкап но и ухаживать за кожей да то есть я думаю корейские бренды они сейчас очень актуальны уже ну не только сейчас очень много лет да и они полюбились нашим женщинам нашим девушкам нашим клиенткам поэтому будем еще больше продвигать корейскую косметику в массы скажем так чтобы не только уходовые продукты которым все привыкли но и средства по декоративной косметике стали любимыми если у вас допустим недостаточно увлажнения то вы можете использовать дополнительно базу под макияж с увлажняющими компонентами она может быть может не быть то есть всегда все по ощущениям да то есть вы просто должны свою кожу чувствовать ее не должно быть много и базы для лица всегда наносятся пальцами для тонального крема это конечно же синтетический ворс да то есть за синтетикой проще ухаживать она гипоаллергенна современная синтетика очень мягкая она выполировывает кожу позволяет нанести тональный крем очень тонким тонким слоем соответственно расход самого тонального крема будет минимальный да ну и слой на коже будет опять же очень очень тоненький есть какая-то идея концепция что это будет за макияж и вообще как-то обычно работает что-то заранее продумываешь или в принципе сразу на самом деле лучше заранее ничего не продумывать есть какие-то в голове моменты которые ты просто знаешь как профессионал вот и все да кто бы перед тобой не сидел это в любом случае красивая женщина да поэтому мы будем всегда отталкиваться от ее лица от ее особенности и самое главное для нас для визажистов чтобы наш клиент был доволен то есть не я фантазирую а вот моя муза на сегодня это очень важно в данном случае я буду брать немного консилера и он используется для корректировки недостатков в области лица опять же самое главное всегда аппликативными движениями легкими может быть чуть-чуть вбивающими любой сухой продукт он может быть у вас использован и как хайлайтер и как продукт для глаз да то есть это универсальный продукт то есть не так что вот мы купили румяна это только румяна макияж это игра играйте той взяли один продукт его же на румяна его же на губы его же слегка на глаза и вот вы уже свежие красивая побежали по своим делам если кожа совсем сухая склонная к сухости то от пудры мы конечно же отказываемся полностью и тональный крем биби крем то есть румяна этого будет достаточно и тональный крем и все будет будет хорошо держаться опять же лучше выбирать если мы говорим про пудру пудра вот с абсолютно какой-то прозрачной основой до чтобы она не давала никакого цвета очень много допустим сейчас на в индустрии в нашей бьюти появилась допустим различных баз до под макияж с эффектом сияния лифтинг увлажнения различные сыворотки до которые мы используем непосредственно уже как визажисты не прям перед макияжем то есть эти продукты нам очень помогают в работе тональный крем наносится лучше пудра ложится лучше румяна хайлайтер все смотрится таким как как будто чекарь родился с этим скажем так брови это момент который должен быть у нас да все таки вот то что здесь сделали это прекрасно то что они есть густенькие широкий не это хорошо вот буквально вчера мне тоже была модель мне прям тоненькие 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 я говорю надо растить она как не растут игру как часто вы оформляете брови на год каждый день то есть если вы блондинка то ваши брови могут быть на тон в рамках нынешней моды там на два два с половиной тона темнее чем волос а если вы брюнетка брови должны быть наоборот светлее на тонна полтора чем волосы то есть это классика который нужно придерживаться каждой техники найдутся свои поклонники и контуринг и матовое лицо и блестящее лицо да и сияющая в лицо все будет для каждого найдется свое на века вот на эту часть от брови до ресниц я наношу тот же консилер который был у нас под глазами да то есть консилер здесь служит как продукт который выравнивает свет да и если века допустим не особенно жирная он может работать как база под тени для того чтобы наши тени дольше держались в течение дня и не скатывались наш ресничный контур должен быть обязательно выделен и здесь я буду использовать карандаш темно-коричневый черный не всегда актуален а темно-коричневый подойдет практически всем и наша задача нанести его таким образом чтобы он не был такой жирной линии до а чтобы он был растушеванный и чтобы он был растушеванный вы можете наносить допустим его сразу какой-то небольшой кисточкой на самом деле сейчас такое время когда люди могут быть разными опять вот эти тенденции весна 21 там такой список чистое лицо потом идут яркие помады и потом идут цветные тени и так много всего опять такая полита вот выбирайте что хотите на подвижное веко внутренний уголок глаза сияние нужно обязательно добавлять полностью макияж матовый быть не может внешний край линия подводки матовые варианты подвижное веко внутренний уголок легкое сияние тогда это будет немножко так вот смотреться более объемное интересно практически для всех блондинка вы брюнетка неважно да все-таки черная тушь опять же ее можно нести по-разному можно в один слой а можно в три в четыре в пять раз да то есть это уже до вечера там для выхода куда-то к вечеру конечно мы должны меняться вот во втором образе я как раз это продемонстрировал что мы можем мы к поставить таким какой он был но за счет того что мы поменяли цвет румяна более такую как бы броня бронзирующую пудру сделали яркий цвет губ и вот уже человек готов больше к вечернему мероприятию коктейльного мероприятия на самом деле будьте собой вот как вам комфортно так и будете вот настроение сегодня нют нют на сегодня настроение завтра красная яркая помада ягодная вперед принципе чего-то радикального по части макияжа этой весной не произойдет все тоже свечение кожи все тот же ухоженный вид ну а дальше каждый может акцентировать ровно то что посчитает нужным можно кстати и вообще ничего не акцентировать а